Здравствуйте! Мне захотелось пригласить к нам в телекафе какого-нибудь серьезного человека, например, депутата. И я пригласила депутата. Сейчас мы посмотрим, что из этого получилось. Меня зовут Анна Аверичева и с нами в студии Игорь Воронцов. Он мало того, что депутат городского собрания, так он еще директор дворца молодежи, строитель и заслуженный артист России. Я, вы знаете, когда такие регалии озвучиваю, все время очень волнуюсь. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы здесь приготовим какие-то удивительные блюда. И прежде чем мы приступим, я озвучу спонсоров. В первую очередь это Фрэнс Кафе. Здесь очень уютно и комфортно, здесь очень вкусно готовят. Здесь вы найдете все, чего вы не нашли у себя дома. Созданно друзьями для друзей, Фрэнс Кафе прошу любить и жаловать. Кроме того, официальный представитель компании Пегас Туристик в Северодвинске – компания Лисантур. Лисантур – это все, что касается отдыха. Ну а все, что касается вкусных и диковинных блюд, сейчас на нашей кухне. Игорь, вам слово. Ну, во-первых, всем здравствуйте. Очень, как бы, неожиданно участвовать в такой передаче. Почетно, скажу даже, и интересно. Поэтому сегодня мы будем готовить, может быть, не замысловатые, очень простые блюда, на самом деле, для меня. То есть мы будем готовить миди в сливочном, скажем так, сырном соусе. И будем жарить пельмени в кунжуте с чесноком. То есть это те два блюда, когда вот уже день заканчивается, и когда гости еще не расходятся, надо, наверное, как-то уже показать, что, пожалуйста, десерт. То есть обычно я это делаю. Показать, что вам пора домой, гости, мы варим пельмени. Для приготовления мидии нам понадобятся мидии, соус или майонез, сыр и чеснок. Я думаю, что устрицы... Нет, не устрицы, это мидии. Это мидии. В нашем городе ест не каждый горожанин, тем более, когда гости расходятся. Посмотрите, пожалуйста, как выглядит аппетитно, можно сказать, этот морепродукт. Но, между прочим, здесь один сплошной белок. И много йода. И много йода. Поэтому для нас, северян, очень необходимое и ничем не заменимое блюдо. Хорошо. Во-первых, мы очень мелко, надо нам на терочке приготовить сыр. Это мое любимое. Знаете, я на каждой передаче... А я пока приготовлю... Мне доверяют какие-то простенькие очень задания. Да? Да. Отлично. Я, видимо, не произвожу впечатление о хорошем блюдаре. То есть я возьму вот такой замечательный противень, который вместе с мидиями уедет в духовку. Фольга нужна только исключительно для того, чтобы, собственно говоря, сыр потекет, майонез немножко потекет. И чтобы не пачкать противень, потом это все убирается, собственно говоря, и отправляется в мусор. С чего мы начинаем? Мы берем соус кальви для салата. Сырный цезарь. Раньше он был гораздо лучше. Раньше он просто назывался сырный цезарь. И не надо было... Это когда деревья были большие? Нет, это год назад они вот выпустили его в другом немножко с рецептом. И приходится немножко добавлять, скажем, сыр. Кстати, сыр гауда, который у нас хорошо плавится. Немножко чесночку. Вот раньше было просто оп, майонезал. И все готово. Но все равно сейчас посмотрите, что это все очень быстро. Засекайте время. Мы приготовим несколько просто с майонезом. Кальви сырным еще раз. Значит, с майонезом. И немножко... Уже много? Уже много? И, собственно говоря, еще один рецепт. Немножечко добавим чеснока. Пока. Кому больше как нравится. Мне так нравится, на самом деле, и сыром, и чесноком. Ну, кому-то в зависимости, кто куда потом пойдет. У кого какие планы на вечер, да? После гостей. А как вы вообще додумались до этого рецепта? Где-то вычислили или методом проба и ошибок? Пробовал. Я просто... Серьезно? Вот так вот, между прочим. Не из кулинарных книг, а эксклюзив. Эксклюзив. А теперь вот ваш выход. Мой выход? Давайте вот один ряд прямо вот с сыром. Как-то мне надо сначала эту штуку тут пристроить. О как. Так, надо посыпать сыром. Один ряд. Да, чтобы понимать разницу. Так, гуще. Ну, собственно говоря, можно так вот, то чечни, то чечни, то чечни, потому что он расплывается, потом будем разрывать. И можно один ряд, давайте второй ряд, и немножко второй ряд посыпем чесноком. Так, что за чеснок у нас, что за чудо чесночное? Чеснок это просто гранулированный чеснок, продается во всех магазинах города нашего замечательного Северодвинска. То есть, несмотря на то, что блюда у нас будут какие-то очень необычные, продукты-то незамысловатые? Все, вот куплено пять минут в магазине Южный. Все понятно. Так, средний. Вот средний ряд, чуть-чуть, буквально для остроты момента. В общем-то и все. Отправляем в духовку. Так. Устали от работы? Спите на ходу? Мужчина! Мечтаете об отдыхе? Все реально. Пегас Туристик. Все, что касается отдыха. Здесь все как дома, все как знакомо. Я знаю всех, где Фрэмс Кафе. Фрэмс Кафе, созданное друзьями. Для друзей. Победы 10. Итак, мы отправили в духовку наши замечательные мидии. Посыпали их сыром, чесноком и помазали супер соусом. Проще говоря, майонезом. Теперь нам остается засыпать в кастрюлю пельмени. Мы берем хорошие пельмени, равиоли. Маленькие и вкусные сын. Это вам какие-нибудь холостяки пельмени, знаете ли? А приготовлены по специальному рецепту от заслуженного работника культуры. От народного артиста России. От заслуженного артиста России. Все перепутал. Для меня, знаете ли, обкультурные люди, они все немножко выше моего интеллекта. Так, засыпали. Засыпали, да. Для приготовления закуски из пельменей нам понадобится пельмени, растительное масло, кунжут и чеснок. Мы используем чеснок и гранулированный, и обычный. И все потому, что дело так весне, скоро новый чеснок сеять. Поэтому прошлогодний дает уже недостаточно остроты необходимой нам. И мы ему на помощь призываем гранулированный. Но чеснок чесноком, грядки грядками. Это случится с нами еще все равно не скоро. Давайте немножечко о культуре. Давайте. Вы все-таки культурный деятель. И более того, вы не просто песни поете и сочиняете. Все про вас известно. Вы еще и руководите большими творческими коллективами, большим дворцом, в котором много чего происходит. Кроме того, вы депутат. И вот расскажите, пожалуйста, каким образом вы совмещаете то и другое в вашей голове. И что вам удается делать? Ну, как бы по умире свои дети есть. И так как я депутат, наконец-то все-таки вектор администрации, он все-таки в нашу сторону на всех уровнях повернулся. У нас сварились пельмени. Самое главное их не переварить, чтобы они держали форму и выглядели молодцами. А я напомню про спонсоров. Это Фрэнс Кафе, созданное друзьями для друзей. Приходите и все увидите сами. И официальный представитель компании Пегас Туристик в Северодвинске Лисантур. Лисантур – все, что касается отдыха. Итак, сейчас нам нужно что-то сделать с пельменями, чтобы они перестали быть простым холостяцким блюдом, а стали чем-то удивительным. Итак. Мы, собственно говоря, наливаем масло. Внезапно? Внезапно. Причем масла должно быть много, сразу скажу. Потому что пельмешки должны касаться масла и быть таким полуфритюром. Ну, может быть, даже еще чуть-чуть. Так, а, кстати, насчет чеснока. Что с ним надо было сделать? Надо его чин-дин-дин-дин. Порезать? Его надо мелко-мелко порезать. Может, потереть? Ну, лучше порезать. Нет, порезать. Все, умолчим. Лучше порезать. Все понятно. Так, потом мы высыпаем конжутик наш замечательно. И дожидаемся чеснока. Дожидаемся чеснок. Пока дожидаемся чеснок, рассказываем о новых векторах в культурной жизни Северодвинска. Ну, я думаю, что не только Северодвинска, но и области. И области. Так. Что впервые за много лет... Я, наверное, пока выключу, потому что надо месяц чеснокур. Ага. А впервые за много лет все-таки нам удалось донести, что работники культуры и искусства достаточно важное звено в нашем обществе. И вот мое, как бы, убеждение в том, что... Ну, начнем с перистории. Так. Что у нас была очень большая проблема в городе с воспитателями, с нянечками, значит, да? И, скажем так, наша администрация такими маленькими, точечными, но очень, скажем так, системными решениями поднимала-поднимала зарплату, и сегодня мы практически за год раз в пять проблема, в общем-то, снилась. И вот недавно, наверное, по вашему каналу показывали, что впервые собралась группа, значит, при центре занятости на... и обучает, в общем-то, нянечки. Да. И вроде бы все, как бы... Как бы... Вроде бы все здорово. Но, смотрите, приходят молодые, значит, педагоги на эту должность, да, и за три месяца они уже, ну, скажем так, пусть не готовые нянечки, но квалифицированные работники. Что же касается культуры, попробуйте за три месяца, значит, обучить преподавателя скрипки, да, или преподавателя, там, фортепиано или хаёбу. Да, я думаю, что это невозможно, правда. И поэтому, чтобы преподаватель, ну, скажем так, родить, воспитать, значит, и подготовить такого человека, это надо 10 лет. И вот как раз лет 25 мы перестали поддерживать культуру, и сегодня мы говорим, что вот сколько молодежи, скажем, болтается во дворах, пьет пиво, значит, сидит в подъездах, вот там еще началось, не мы это начали, это началось 20-25 лет назад, когда просто это было брошено, сказали, а культура, в общем-то, пусть будет. И я думаю, что вот эта волна, она сегодня, скажем так, еще, если не начать сейчас каких-то вот реальных действий со стороны администрации, со стороны всего общества, то не бороться с наркоманией, не бороться, значит, вот с этой незанятостью, в общем-то, молодого населения, то я боюсь, что лет через 10 уже будет все равно, какие у нас дороги, какой у нас ЖКХ, просто некому будет ездить по этим дорогам и жить в этих домах, потому что они, собственно говоря, ну, просто общество дегратирует до конца. И, слава Богу, значит, вопрос, первые ласточки, первые вот эти решения приняты уже на областном уровне, и работников культуры ожидает колоссальное повышение заработной платы. Ура, товарищи! На самом деле, все равно культура будет получать порядка 60% от основной профессии, значит, промышленности, но в любом случае, по крайней мере, по тем документам, которые приняты, нам должны поднять зарплату на 50%. Это классно! Было 12 тысяч, будет 18. Ну вот, дорогие друзья, теперь и вы сможете позволить себе мидии. Вы сказали, что с наркоманией, с незанятостью нужно как-то бороться. А есть какие-то методы, кроме вкусного обеда домашнего? Методы... Я просто вспомнил свое детство, ведь у нас действительно, скажем, было все бесплатно. У нас было, я не знаю, просто десятки, а может и сотни кружков, секций. Мы, в принципе, вообще не задумывались, а как и чего. Надоело боксом заниматься, пошел дзюдо. Надоело дзюдо, пошел, значит, на каток. Не понравился каток, значит, пошел там рисовать. В каждой школе были кучи вокальных инструментальных ансамблей, просто в каждой. Дрались за гитарой, дрались за барабаном, да? И так далее, и так далее. Каких только не было. И театров, по каждому, каких-то студий мелких всяких. Сейчас же этого нет. Либо это стоит каких-то таких денег. Даже у нас практически все платно. У нас загнали в эту ситуацию. Считают, что мы должны на этом заработать. Но не всегда получается на этом заработать. Несмотря на то, что мы увеличили, я не знаю, на 300%. Вот, 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 чуть-чуть, чуть-чуть. Вот до такого состояния. Ну что? И теперь самый волшебный момент. Та-да-да-дам! Засыпаем пельмени. Мы засыпаем сюда наши замечательные пельмени. Вот так вот. Собственно говоря. И начинаем. И это все. Надо же побольше масла нам. Людей, подростков, да не только подростков, уже и 20-летних, надо просто выдергивать из нашей вот такой рутинной жизни и просто увлекать. Увлекать, занимать, каким-то образом вытаскивать, значит, из той жизни, из той экономической ситуации. Потому что действительно человек, если когда мы заканчивали институт, нас сразу забирали на завод, и мы знали, что у нас все хорошо. То есть сегодня ситуация в корне изменилась. Человек выходит, вроде образованный, заняться нечем, работы нет. И, собственно говоря, даже посидеть не надо. Поэтому я считаю, что наше предположение как работников культуры, дворцов. У нас, на самом деле, город очень так построен правильно. Практически в каждом районе есть какой-то либо ведомственный, либо, значит, муниципальный дворец, либо какое-то большое помещение для этого. Для того, чтобы, в общем-то, чтобы наши учреждения культуры были магнитом. Желательно бесплатно. Желательно бесплатно. Да. Так, вы поговорили сейчас об Игоре как о депутате и директоре большого-большого дворца. Но есть еще одно замечательное свойство у него. Говорит, что в детстве дрались за гитарой и барабаны. И вот чем все это закончилось, сейчас мы узнаем. А Игорь, между прочим, музыкант. Музыкант за большой буквы, потому что заслуженный артист России. Правильно я выговорила? Правильно. Научилась, смотрите, пельмени уже сготовились, а я научилась выговаривать звание. Практически, практически, да. Итак, вы знамениты тем, что сочинили песню, которая стала не просто песней, которая стала гимном Северодвинска. Пусть неофициальным. Ну, нравится людям, слава Богу. Слава Богу. Как вы ее? Вы писали-то ее с тем, чтобы она гимном стала? Нет. Я на самом деле про город Северодвинску много песен. И вот сейчас, к дню города, мы готовим большой бардовский северо-западный фестиваль, где будет следующий альбом про город Северодвинск. Мы уже начали работу. Надеемся, что мы в очередной раз покажем всему миру, что северодвинцы самые, значит, талантливые, самые творческие. На самом деле, про город Архангельск нет практически ни одной достойной песни. А мы пишем уже второй достойный альбом. Не люблю писать гимны. По одной простой причине, что гимн – это такая неблагодарная история, потому что при гимне надо вставать. Гимн попахивает какой-то обязаловкой. Выучить обязательно. Он такой каким-то пафосом, какими-то вещами. Песня есть песня. Когда ты идешь по улице, и там в телефонах звучит твоя песня, на гудках, тебе уже три раза не приятно. Потому что если людям нравится, значит, все-таки мы попали. В струю попали, значит, настроение, и слава Богу. Вот такая история. Замечательная история. Ну что ж, у нас готовы мидии, у нас готовы фельмени, у нас готово все. По идее, мы можем уже все это раскладывать по тарелкам. Ну и последний штрих – это наши устрицы, мидии. Что-то мне очень хочется, мне жемчугов, видимо. Поэтому устрицы из головы не идут. Ну что, они зажаристые и румяные. Несем. Несем. Три варианта. Три варианта мидии. Да. У нас вот там какие-то ножницы хирургические. Они нам сейчас понадобятся? Да, это вот. Вот для чего они. Кстати, очень удобный инструмент, используя его вот как раз в этом случае, либо когда надо косточки. И все, гибель, гибель, гибель. Я думаю, удивить гостей, как минимум, получится 100%. Без вариантов. Без вариантов. Потому что это 10 минут, 15, и шикарная закуска на столе, причем очень полезная. Ну, собственно говоря, вы все видели. Вы все видели. Ну что ж, мы можем начинать пробовать? Да. Давайте. Я боюсь. Как это едят, кстати? Это едят. В принципе, они уже остыли. Так. Берете так. Я беру сразу самую нажористую с чесноком. Вот сюда подсовывайте под заднюю ногу, потому что она не отдаст просто так. А у них что, ноги есть? Да, вот у нее это называется нога. Это задняя нога? Так. Вот под нее надо елочкой так оп и отрывать. Опа. Оп. У меня без ноги получилось. Ура. Ура. Я люблю свою работу. Вот, собственно говоря, еще у нас пельмени. Ну, пельмени. Берем пельмешку. Так, обильно опускаем в свиталку. Так. И, собственно говоря, тоже пробуем. Смотрите. Народный артист России учит. А ну, а верь, чего есть пельмени. Ну как? Готовить. Прекрасно. Так что, милости просим во Фрэнс-кафе. Я думаю, что это блюдо теперь у них будет одно из основных. Если мы, конечно, разрешим и великодушно использовать наш рецепт. Друзья, нам было очень приятно поделиться с вами этими простыми, но очень оригинальными рецептами. Мы находились в уютном павильоне Фрэнс-кафе. Фрэнс-кафе создано друзьями для друзей. Приходите и наслаждайтесь. И официальный представитель компании Pegas Touristik в Северодвинске – компания Listen Tour. Listen Tour – все, что касается отдыха. С вами была Анна Аверчева и собственной персоной Игорь Воронцов. Автор хороших песен, хороший руководитель Большого дворца молодежи. И, конечно же, депутат. В конце концов, собиралась пригласить именно депутата. До свидания. Спасибо всем.